Это Банин. По-моему, он и собирается бить штрафной. Мощная стенка, но все футболисты сборной России в своей штрафной площади. Удар! Это, по-моему, грумер центральный защитник сборной Израиля. Израиля отправляет мяч с ворота Станислава Черчесова. 1-0. Израильтяне выигрывают. На 64-й минуте встречи это произошло. Да, вот это удар получился. Мне так показалось, что, может быть, не прав Черчесов. Не очень правильно поставил стенку. Хотелось обратить внимание, что удара кто-то из футболистов выбежал. Но, прежде всего, это израильтяне, которые стояли в стенке. И Тихо начинал занять место стенки. Вот в эту щель мяч и проскочил. Но это было мощно. Только 18 метров к вороту. 0-1. Сборная России проигрывает. Мне кажется, определенные сложности у россиян возникнут в этом матче. Да, до конца надо было, конечно, стоять в стенке россиян. Россия, они пока с мячом. Тихонов. Хороший момент. О, удар по воротам. И счет становится ничейным. 1-1. Это, по-моему, Игорь Колыванов отправляет мяч в ворота сборной Израиля. Ну, несколько, надо сказать, полегчало. Хотя, был момент, когда я засомневался, что мяч все-таки окажется в стенке ворот сборной Израиля. Поскольку, мне так показалось, замешкался перед воротами Колыванов. Да, и мяч, по-моему, от ноги защитника все-таки оказался в воротах. Вот такая двухходовка. Песчастно хорошую передачу делает. Вот удар по воротам. Да, все-таки мяч задевает защитника. И оказывается в воротах. Но я думаю, что и без этого он бы оказался в сетке. Поскольку так зрячий очень, мне кажется, пробивал по воротам Игорь Колыванов. Да, комбинация хорошая была. Хотя и насыщенная оборота, оборона у хозяев поля была в этот момент. Посмотрите, сколько футболистов во воротарской площадке. Кроме голкипера, это четыре игрока. Да, рикошет был. И рикошет, даже я сказал бы вам, значительный. 1-1, ничья. Ну, кто знает, может, это тот результат, к которому и стремились оба тренера в этом матче. Но, правда, еще играть 10 минут в этой встрече.